Добрый день! Сегодня, просто а сложно, вам расскажет учитель общества знания Борина Елена Анатольевна. Сегодня тема нашего небольшого занятия – Конституционное устройство Российской Федерации. Эта тема всегда вызывает затруднения учеников, поэтому я попытаюсь объяснить просто и ясно эту тему. Итак, Конституционное устройство Российской Федерации прописано в статье 1 Конституции Российской Федерации. Для тех, кто не знает, Конституция – это самый главный, основной закон нашего государства. Статья 1 Конституции Российской Федерации гласит, что Россия или Российская Федерация – демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой правления. Давайте выясним, что же обозначают эти сложные слова. Итак, первое слово – демократическое. Из курса пятого класса вы знаете, что демократия – это власть народа. Поэтому, когда мы говорим, что наше государство демократическое, это значит, что народ – это единственный источник власти в государстве. И никто, кроме народа, не может выбирать основные органы управления. Федеративное. Словечко «федеративное» обозначает, что наше с вами государство состоит из субъекта. Что же такое субъект? Субъект – это часть. Давайте посмотрим, какие субъекты входят в состав Российской Федерации. Это 22 республики, 2, вернее, 3 города федерального значения – Санкт-Петербург, Москва и Севастополь, 49 областей, 4 автономных округа, 9 краев и 1 автономная область. Еще раз. Федеративное государство – это то государство, которое состоит из частей, из субъектов. В нашем случае 22 республики, 3 города федерального значения, 49 областей, 4 автономных округа, 9 краев и 1 автономная область. Всего 85 субъектов. Следующее слово, или словосочетание – правовое государство. Что это значит? Это значит, что в нашей стране верховенство права. Наши с вами права и свободы защищаются государством. И все в государстве соблюдается согласно закону, основному закону государства, конституции. И последнее словосочетание – с республиканской формой правления. Это значит, что у нас с вами выборные органы власти. Ну и, наверное, вы можете мне сказать, что у нас с вами выбирается и президент, и Нижняя палата парламента, Государственная дома, и главы республик, областей и так далее. Итак, еще раз. Россия, Российская Федерация – это демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой правления. Демократическое – это значит, что народ – это единственный источник власти в государстве. Федеративное – государство состоит из 85 субъектов. Правовое государство – в нашем государстве соблюдается верховенство права. И республиканская форма правления – это выборные органы власти. Я надеюсь, что вам стало понятно такая сложная тема, как конституционное устройство Российской Федерации. Дорогие друзья, в своем выступлении я сделала небольшую ошибку. Кто ее заметил, пожалуйста, пишите, звоните, и обязательно первый, кто ее определил, получит приз.